Всем привет, вы на канале KB и с вами Екатерина. И я тут решила пройти Wind & Flame. Почему? Потому что у данного разработчика я жду визуальную Налеллу Эдгар. Но так как пока в разработке, тем более только один человек и создает игру, и сценарий прописывает, и даже спрайты делают персонажи. И даже арты очень красивые. Вот, поэтому я решила поиграть. Если вам данная игра понравится, то ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем новую игру. Как тебя зовут? Конечно же, я же Кейт, которая не Уолкер. Да, конечно, так запишу. Нет, поадекватнее запишу. 20 сентября, четверг. Этим вечером на улицах необычно мало людей. Резкий холодный ветер отбивает всякое желание гулять. Кейт торопится домой после долгого рабочего дня, но кое-что заставляет ее замедлить шаг. Так, неподалеку разворачивается любопытная сцена. Говорю же тебе, мне правда пора. Но я не хочу расставаться. Останьтесь еще ненадолго. Пожалуйста. Прости, не могу. Если я останусь, у меня будут большие проблемы. Так что... Какие проблемы? Расскажи мне, я помогу. Господи, какая-какая прилипала. Ты не сможешь. Смогу, я все для тебя сделаю. Если не веришь словам, положи руку на мое сердце и послушай, как оно бьется. На твой свитер? Не-е-е-е. Нет, спасибо. Я тебе и так верю. Это совсем не обязательно. На мое сердце. Я поняла, поняла. Успокойся, пожалуйста. И я не могу быть спокойным. Знаю, что у тебя какие-то проблемы. Не могу отпустить тебя. Это слишком тяжело. Когда я думаю о разлуке, мне становится трудно дышать. О мой бог, перестань. Мне просто нужно встретиться с подругой. У нее сегодня день рождения, да. А я все еще не поздравила ее. Если я сейчас же не пойду к ней, будет катастрофа. Так вот в чем дело. А я уже испугался. Да ладно тебе. Твоя подруга поймет. Это ведь наше первое свидание. Такое бывает только раз. Девушка пытается сбежать с неудачного свидания, но получается у нее не очень. Ну да, какое-то прилипало. Наверное, знаете, просто мимо проходящий прохожий, который вечно хочется до чего-то доцепиться или еще хуже, извращуга. В ее глазах можно прочитать отчаянную просьбу. Кто-нибудь, заберите меня отсюда. Она, глядывая по сторонам, пытаясь найти подсказку, как бы ей улизнуть. Стретийный контакт сразу. Оп. И тут ее блуждающий взгляд останавливается. Здрасте. И я не могу так поступить с лучшей подругой. Ну, милая. А, нет. Уже так поздно. Кто бы мог подумать. Уже настолько поздно, что она решила пойти без меня. Ты куда? Пожалуйста, выручи меня. Я уже часа два не могу отвязаться от того парня. Знаете, очень прикольный спрайт так нарисован. Прям нравится. Элин. Он идет сюда. Подыграй мне. Привет. А я только что про тебя говорила. Прости, что так задержалась. Идем отвечать. Так. Привет. Я так рада видеть. Пошли скорее нас ждет вечеринка. О, господи. Я боюсь вот так ответить. Это настолько тупо. Хорошо. Что нужно делать? Ну да. Прости, мы знакомые. Ну, давайте поможем на самом деле. Привет. Я так рада тебя видеть. Пошли скорее нас ждет вечеринка. Ну, пойдем. Я угощаюсь. Сегодня твой день. О, боже. Спасибо тебе. Блин. Ты уверен, что эта девушка твоя подруга? Конечно. Есть какие-то сомнения? Странно, что ты так подумал. И все же давай подольше побудем вместе. Какой нетерпеливый пацан. У вас будет еще куча времени введения. Волнуйся. А вот наши планы ждать не могут. И отстань моей подруге. Я заберу ее с собой. Ясно? А я так отвечу. Да, второе мне больше нравится. Понял. Понял. Не дурак. Прошу прощения. Не здесь так сильно, хорошо? Уступай от тебя, мой Юлин. Хоть и с большой неохотой. Мою? Как насчет прощального пацан? Ага, сейчас-ка. Пока. Луя. Теперь остается всего лишь поменять имя и уехать из города. Так, тебе стоило быть с ним честным. Мне жалко этого парня. Здорово, ты это придумала. Ну, на самом деле, первое, потому что... Не надо отворачиваться, сразу прямо говорить. Знаю, знаю. Но мне нужно немного времени, чтобы собраться с силами и сказать ему все как есть. Сейчас я просто не могу. Как хорошо, что ты проходила мимо. Я совсем не знала, как выкрутиться из этой ситуации. Мне срочно нужно переключить внимание, чувствую себя отвратительно. Мое имя ты уже знаешь. А как тебя зовут? Конечно, Кейт. Пойдем, угощу тебя кофе или еще чем-нибудь. Выбирай, что хочешь, ты меня спасла. Здесь я чувствую себя гораздо лучше. Какой-то вкус... Какой вкусный запах. Ммм... Возьми себе что-нибудь горяченького. Сразу согреешься. Какой напиток заказать? Кофе с мороженым зимним ветер. Горячий шоколад с карамелью. Пламенный привет. Белый чай, туманное утро. Ну, с учетом, что я люблю, я хочу горячий шоколад с карамелью. Ну, отличный выбор. Так он, ну, очень горячий. Не обожгись. Придется подожрать немного, чтобы отстыл. Но ожидание того стоит. Пойдем, закажи и сядем где-нибудь. О! Ты только посмотри, какие милые здесь стаканчики. Хот чоколад. Или чоколета. Я забыла, как правильно. Ну, блин, реально, очень прикольно. Да, очень милые, да. Не будет ведь странно, если я заберу один с собой. Не странно ведь? Не могу держаться на них же как героя одного из моих любимых сериалов. Грифон Эйдж. Это как Драгон Эйдж. Если еще не видела, обязательно посмотри. Лина замолкает и задумчиво вертит в руках стаканчик. Разве не нужно на день рождения подруги, почему-то решил меня угостить. Лучше первое. Я ведь твоя должница. К тому же, тот парень мог пойти следом и сразу бы понял, что я его обманула. На самом деле, у меня нет подруги. Из приятия только двое парней и те еще со школы. С ними как-то проще общаться. Что не так с тем парнем? Я уже поняла, что не так с тем парнем. Почему же ты тогда с кем-нибудь из них не встречаешься? О, кстати, да, хороший вопрос. О, нет, нет, и еще раз нет. Исключено. Они для меня скорее как... Братья? А вот и нет. Как непослушные дети, за которыми нужно глаз да глаз. Раньше я думала, что мои горе-друзья ничего не смыслят в отношениях и ПТО обречены на одиночество. Ну, теперь мне кажется, что и я такая же. И я у меня ни с этим проблем не расстаюсь и всему свое время. Давайте-ка подыграем. И я. Похоже, мой пессимист заразен. Я та еще пессимистка. Стоит ли нам с приятелем основать клуб одиночек? Я точно буду в нем вице-президентом. Давай. Клуб анонимных одиночек. Можно мне в ваш клуб? Уверена, что хочешь. Нашим девизом будет оставь надежду всяк сюда входящий. Вот теперь даже не знаю, рассказывают о своем провале или нет. Расскажи, они тебя подбодрят. Ага, только спират хорошенько надо мной посмеются. Стоит просто смириться с мыслью об одиночестве и даже радоваться жизни. Теперь вот подумывать завести котика. Ммм, конечно, котика. Мне нравятся морские котики. Только вот можно ли держать их дома? Приятное здесь место, да? В любом другом деле я бы посидела здесь подольше, но сейчас. Мне безумно хочется пойти домой и завернуться в одеяло. Было очень приятно покрыть с тобой. Нам нужно будет еще как-нибудь пообщаться. Так, обязательно остаться больше не влипать в такие истории. В другой раз тот же трюк не сработает. Если снова будет нужна польза, побегать, звони. Давайте как третьим, как подруга. Правда? Ты мне поможешь? Здорово! Дать свой новичок и попрощаться. Ммм, хорошо. Тем временем. Оу май! Пацаны! Здрасте! Кто у вас кто? Так, путешественник пишет. Эй, не спишь? Еще нет. В чем дело? Горячие новости! Сегодня на работе я узнал кое-что интересное. По мотивам Грифа Нэйч выйдет игра. Серьезно? Серьезно! Это еще не все новости. Так что лучше присядь. Я лежу. Логично. Тем лучше для тебя. Эту игру будет делать наша студия. Вау. Да ладно? И я буду в команде художников. Блин, это мне напоминает как... В общем, кое-что мне напоминает. Погоди. Ты? Да! О, я обычно любил вот такие смайлики ставить раньше. Только еще, типа, в черт знаке равно. Справа-слева. Как будто бы котик такой в шоке. Удивлен? Хе-хе-хе-хе. Да ладно? Ты? Ты никогда не веришь, что я добьюсь успеха? Нет. Я за тебя, конечно, рад. Но мне вдруг резко захотелось снова сломать тебе право. Твою руку, чтобы ты перестал быть успешнее меня. Ха-ха. Снова? В тот раз ты уверял, что это было случайно. Случайно. Хе-хе. О, боже мой. Два собака пара братья какие-то. Не смей так шутить, Майрёка, только что зажила. Так. Выкладывай все, что тебе известно насчет этой игры. Меня в детали не посвечали. Я знаю совсем немного. Но мне почему-то стало так смешно от твоего энтузиазма. Что в этом такого? Ха-ха-ха. Походу, он единственный только такие смайлики ставит. Просто вспомнил, как критично ты относился к сериалу, когда мы только начали его смотреть. А теперь глянь на себя. Ха-ха-ха. Ну все, хватит. И если что-нибудь узнать насчет сюжета, сразу скажи мне. Даже если узнаю, это будет секретная информация. Тогда моя смерть от любопытства будет на твоей совести. Ха-ха-ха. Поэтому подумай хорошенько, стоит ли держать секрет при себе. Или поделиться с лучшим другом. Насчет секретов. Напомнить, кто тут из нас самый скрытный. Ты до сих пор ничего не рассказал про свою новую работу. Прошло уже полгода, а ты все еще молчишь, как рыба. Моя работа далеко не такая крутая и не интересная, как у тебя. Она совершенно обычная и нудная. Перегодится иметь дело с криворукими людьми. Платье так себе. А у моего босса куча странных бзиков. Он хорошо меня обучил, за это, конечно, спасибо, но... Если бы ты его увидел, ты бы меня понял. Так и не скажешь, что за работа? Неа. Давай больше не будем об этом. Тогда расскажи, что у тебя интересно происходит. Ну... Я еще не отказался присматривать за мелким беспердящим манипулятором? Это ты про мою сестру? Про кого еще? Откажись от нее, пока не поздно. Пока вы еще не встретились после этих долгих лет. Я знаю, что будет, когда вы наконец увидите друг друга. Она тебе шею перегрызет. И сдальется диким смехом. Да ладно тебе, все не так плохо. Это только на пару недель. Она же тебя терпеть не может. Как вы под одной крышей жить собрались? Я повещаю матери, что присмотрю за ней больше некому. Почему это вообще должно быть твоей проблемой? Она и так тебя уже в долге загнала. А теперь еще и в няньки записала. Блин, это мне поменяет... Как мы девчонки трындим очень часто по телефону, именно даже по звонку. То же самое, как и парни. И мы просто окунаемся в то, как парни общаются. То, как они обсуждают просто. Вот, в общем, вот такая ассоциация. А не так тебя уже в долге загнала. А теперь еще и в няньки записала. Как ты вообще согласился помогать после того, как она с тобой обошлась? Я хочу с ней помириться. И с сестрой тоже. Помириться? Ты шучишь? Я серьезно. Ты не должен мириться с ними. Мне стоит освежить твою недолгую память или как? Да, помню. Я помню, что теперь всю жизнь на них злиться. Да. Мое решение изменится. Позвоню, встретясь сегодня вечером. А завтра приеду за ней и заберу домой. Ты ведь знаешь, что она никуда с тобой не поедет? Как будто ее кто-то спрашивает. За нее уже все решено. Ты точно пожалеешь о своем решении. 21 сентября, пятница. Теплый сентябрьский вечер. Свежий ветер повсюду разносит чудесный запах осени. Сегодня в парке довольно много людей. Но, несмотря на это, все проходят мимо девочки, которая с трудом волочит за собой огромную тяжелую сумку. Это, наверное, сестра Феникса. Все просто не замечают или просто не хотят помочь. Ага. Соберись, ты сможешь. Давайте-ка поможем. А? Это вы мне? Хотите с сумкой помочь? Ох, большое спасибо. А то я уже не могу. Самый Маус тяжеловато. Я думала, что смогу сама добраться до места встречи, но это оказалось немного труднее, чем я ожидала. Ты такая добрая. И куда же мы идем? Это возле западного выхода из парка. Просто иди за мной. О, здесь нужно свернуть направо. Уже совсем близко. Ты как? Если нужно передохнуть, сразу говори. Да блин, походу там реально тяжелый чемодан, судя по второму варианту. Как хорошо, что я тебя встретила. Понятия не имею, как бы я одна дошла. Да-да, ты всегда мечтала о рабе. О рабыне, можно так сказать. Которая с удовольствием потащит вот тяжеленный сундук. Там ферильский парк, видишь? Мы с другом говорили возле него встретиться. Сейчас с каким другом? Мы на месте. Большое спасибо за помощь. О, там мой друг. Эй, Тим, я здесь. Ха-ха-ха, от неожиданности даже соски-то свалился. Такой смешной. О, чуть не забыла. Подойди-ка сюда на секунду. Давай, давай, не стесняйся. Сделаю фото на память. Ты моя героиня. Эй, Мира, зачем так орать? Это кто? Какая разница? Не тормози, помоги сумку донести. Эту? С ума сошла? Как я все это донесу, по-твоему? Зачем набрала столько? Ну же, не будь таким слабаком. Помоги мне. Но? Ты тут один сейчас? Сот не с тобой? Он... Он еще на работе. Ясно. Я надеюсь, он поможет. Ну же, Дим, давай-ка-то рукой подать. Остановка уже отсюда видно. Хочешь сказать, что не сможешь донести? Ха-ха, это же совсем недалеко. Ладно, ладно, давай сюда свою сумку. О, наш автобус подъезжает. Вон там, побежали. Подожди, тяжело же. Следующий еще не скоро придет. Надо бежать. Ну уже быстрее, мы должны успеть. Что ж, доброе дело на сегодня сделано. Теперь можно и по своим делам идти. А? Девочка выронила свой телефон. Бежать в доконку уже поздно, но нужно будет вернуть ей когда-нибудь. Вы в итоге не вернули. О, это, наверное, наша квартира. Хе-хе, рэн-пай. В телефоне всего несколько контактов, но и этого может быть достаточно, если получится связаться с матерью девочки или с кем-то из других. Маме. Телефон выключен, не дозвонится. Посмотрим, что там в заметках. 30 августа. Точная дата выпуски пока неизвестна, но примерно через две недели совсем немного подождать и все. 2 сентября. Не брать номер, заканчивайся на 221. Так, второе число. Нужно уйти на день раньше. Лучше не рисковать, вдруг ему вздумается приехать заранее. Ни за что не поеду к этому кретину. А ты про брата? Третье число. Встречайся с тимом в 5.30 у скейт-парка. В 7 дополнительная репетиция не забыть. Неизвестный номер. 221. Точно это 221. Кейт чуть было не выронила найденный телефон из рук, когда на нем вдруг высветился неизвестный номер. Придется ответить, хотя нельзя отвечать на 221. Мир и привет, это Даррен. Почему на звонки не отвечала? Мама должна была дать тебе мой номер. Я только что приехал домой и увидел твою записку. Объясни-ка мне, это что еще за дурацкие игры? Немедленно скажи, где ты сейчас находишься. Я за тобой приеду. Тут такое дело. Что за... Какое еще дело? Кто это? А откуда у тебя телефон моей сестры? Сегодня он случайно оказался у меня, я собираюсь его вернуть. Как не вовремя. И как скоро ты его вернешь? Постарайся побыстрее, я не могу с ней связаться. Ты знакома с мирой. Я сегодня помогала ей донести тяжелую сумку, вот и все. Тяжелую сумку, значит. Слушай, а в ее телефоне не было ничего? Ну... Странного? Не то чтобы странного. Ты не просматривала заметки или сообщения? Там могла бы быть подсказка, где бы она могла. А, ладно. Не важно. А в заметках была фраза. Ни за что не поеду к этому кретину. Это случайно не про тебя? Ха-ха-ха. Серьезно? Она так и написала? Глубокий вздох. Так, ладно. Разберемся с этим позже. Может, представишься для начала? Меня зовут Кейт. Кейт, давай встретимся завтра на том месте, где ты нашла этот телефон. Передашь его мне и заодно расскажешь в подробности. Окей. 6. Думаю, подойдет. Было бы лучше встретиться раньше, но из-за работы я не смогу. Хорошо, так, кстати, я сейчас в скейт-парк и знаешь, где это. Это было возле западного выхода из городского вагоня. Думаю, а подыт у меня и свои планы есть. Ну, давайте просто первое. Не нужно ему грубить. Да, знаю. Хотя я там очень давно не бывал. Было бы здорово, если бы ты помогла мне понять, куда направилась моя сестра. Так. Она встретится с своим другом и уехала с ним на автобусе. Похоже, они довольно близкие друзья. Так, ответим. Полезная информация. Знать бы еще, с кем она дружит. Думаю, я смогу разобраться с этим, когда получу ее телефон. Скажи, если я чем-то могу помочь. Ты хочешь помочь? Ого, за мной должок. И еще одна просьба. Отправь свое фото, чтобы я тебе узнал. Это, знаете, как бы... Если прям не знакомишь, все просят фото. Не отправляйте. Никогда не отправляйте. Ну, в этом случае тут, да, нужно отправить. Ну, до завтра. 22 сентября. Суббота. На часах уже 6.07. А на месте сечи никого нет. Опаздывает. Или же... Кто-то бежит сюда со стороны главной дороги. О, это он. Так, короче, нужно вспомнить. Это точно не Феникс, то, что тот был лежебок. Это понятно. Это, наверное, как раз и тот, который рисует. Угу, угу, угу. Точно. Как там был его голос? Надо вспомнить, надо вспомнить. Ух. Ты Кейт, верно? Извини, что заставил ждать. Планы меняются на ходу. Едва удается все успевать. Даррен, ничего страшного. Ты почти не опоздал. Я не буду ждать. Знаешь ли? Ну, давайте второе. Рад это слышать. И все же, извини за задержку. Обычно я стараюсь переходить заранее. Слушай, Кейт, я немного тороплюсь, поэтому давай разберемся побыстрее. У тебя должно быть куча дел, а у тебя тут времени отнимаю. Но ты же хотел спросить меня о чем-то, разве нет? Правда? Не припомню. Уже забыл. Ты ведь хотел узнать подробности о том, как я познакомилась с твоей сестрой. А, это. Да. Теперь вспомним. К сожалению, у меня сейчас нет времени на разговоры, так что забудь об этом. Ты ведь принесла телефон? Отдай его мне. Сейчас, минутку. Побыстрее, пожалуйста. Только не говори, что ты забыл его дома. Тревис! А, точно, может его Тревис зовут? Ах, вот куда ты сбежал. Я не договорила. А, давайте-ка все. У меня, видимо, цвета всяких персонажей, которые тут обозначаются. У меня немножко спутала. И если ты думаешь, что можешь взять и смотаться посреди разговор, то глубоко заблуждаешься. Я с тобой еще не закончила. Лен! Что? А почему ты представился Дарвеном? А вот теперь мне интересно. А почему ты представился Дарвеном? Тревис. Я что, помешала? О, Кейт! Привет! Не ожидал тебя встретить вместе с Тревисом. Вы знакомы? Как ты его назвала? А в чем дело? Он не представился? Надо было у тебя прийти именно сейчас. Спасибо огромное, Лен. Ты все испортила. Что испортила? Что тут происходит? Боже, попозже объясню. Слушай, Лен, скоро сюда должен прийти Дарвен. А я не хочу с ним встретиться. Мне и так едва удалось его задержать. А, подождите, подождите, что? И она тоже должна уйти. На это есть причины. Так, мы что-то не знаем. Я все слышу. Почему ты говоришь, словно меня здесь нет? В таком случае ты слышал, что тебе сейчас лучше уйти. Будет лучше, если я сам передам телевом вододелиться. Так что отдай мне его и иди по своим делам. Интересно будет послушать, как ты потом все это объяснишь. О, посмотри-ка туда. Кто это ведет в нашу сторону? Уж не дарренли. А это, наверное, знаете, кто это как раз под ником Феникс? Да, это он. Черт, не успел. Я объясню все позже. Обещаю. Лин, ты должна будешь меня подыграть. Тогда объясняй сейчас. Не успею. За полминуты все рассказать нельзя. Это будет звучать неубедительно. Уж постарайся, иначе моей помощи не жди. Ладно, ладно. Я хочу, чтобы он как-то как можно дальше держался от монстра, которого он называет своей сестрой. Ахаха, все-таки да, я права была. От Миры? Ну, а почему? Ты понятия не имеешь, какая на самом деле, и на что эта девчонка способна. И вместо того, чтобы благодарить небеса за то, что Мира сама удрала от него, даррен хочет ее найти, и тем самым превратить свою жизнь в ад. Какая у тебя вообще разница? Это его проблемы, а не твои. На самом деле, это лишь одна из проблем. Есть и другие причины более серьезны. Но я не успею все сейчас выобъяснить. Поверь, если Кит поможет ему в поиске этого мелкого прохождения зла, ничем хорошим этого не закончится. Я был свидетелем их прошлых разборок, поэтому знаю, о чем говорю. Они должны держаться друг от друга как можно дальше. Ладно, я поняла. Мы должны не дать им встретиться и предотвратить катастрофу или типа того. Именно. Так, может, у меня сложится не совершенно другое впечатление, я понятия не имею, неужели она действительно настолько ужасна? Ну, на самом деле, давайте первое. Она умеет делать милое личико. Ничего удивительного. О, Даррен! Лин поприветственно помахала к подходящему дару, но будто только что его заметила. Да, я была вправа. Это который под ником Феникс. Приветик. Лин, Треф, что вы здесь делаете? Вы же сегодня работаете, разве нет? Работаем, работаем. Вот только недавно закончили, а потом решили обсудить детали проекта на свежем воздухе и по дороге случайно встретить мою знакомую. Знакомься, это Кейт. Кейт. Привет, Даррен. Привет. Не ожидала видеть тебя в такой компании. Даже при том, что я заставила тебя ждать, смотрю, ты здесь не скучаешь. Какое совпадение, что мы все встретились здесь. Уж слишком подозрительное совпадение. Да, да, ты понял правильно, да, да. Скажи, Кейт. Кейт, это никак не связано с нашим вчерашним разговором? Не, с чего бы. Угу, угу. Вчера с таким упорством расспрашивала меня о деталях встречи. И вот сегодня я встречаю тебя именно в это время и именно в этом месте. Видимо, судьба хотела, чтобы мы все сегодня встретились. Да, это точно судьба. Ну ладно. Удачи там с вашим проектом. Увидимся позже. Кейт, пойдем, покажешь дорогу, которую вышли, и расскажешь все по пути. Подождите. Давайте-ка пойдем все вместе. Считаешь мои мысли? Какой смысл уйти всей толпой? Может, вы нам свежих... свежих идей подкиньте по поводу проекта? Видишь ли, мы сейчас как раз работаем над игровым миром. Окей, пошли. Как только мы тут закончим, расскажешь подробнее. Я даже не договорил. Потом все расскажешь. Сначала и в подробностях. Сейчас у меня голова совсем другим забита. Ну, пошли. Эх, это всегда работает. Кейт, слушай. Пока вы шли, Мера не говорил ничего такого, что могла бы подсказать, куда она отправилась. За спиной Дарена Трэвис помотал головой и дал знак молчать. Ну да, было кое-что. Блин, Трэвис, не бей нас. Рядом с огромной скоростью проехал велосипедист. Едва не задет ведущих впереди людей. Ой, давайте-ка отойдем подальше от этого места. Носят тут все как бешеные. Вон, поглядите. Опасно здесь ходить. Кейт, лучше бы ты отошла с того края. Там еще один несется. Эй, смотри, куда я идешь. Осторожно. А, тот самый пацан. Я же говорился, осторожней. Ты чего, слепая? Я если тебя руку разотрал, то крови. Эй, ты. А ну, быстро с ней извинился. Это она пусть извиняется. Сама виновата, что по сторонам не смотрит. Я ведь кричал. Из-за нее руку поранил. И коленку тоже. Коленку он поранил. Глаза разуя. Она вообще головой ударилась. Быстро извинился. Ну да. И как мы все это видим? Она не встает. Кейт, ты в порядке? Да, ведь ничего страшного. Но взгляд расфокусирован. Как ты поняла? Так, смотри на меня внимательно. Сколько пальцев я показываю? Встать можешь? Все так расплывается. Я вижу, как раз я пита справа. И что-то черное и лохматое слева. Со мной все в порядке. Лучше, я лучше еще полежу. Первое. Ох, это плохо. Что-то черное и лохматое. Это она про тебя. Давайте-ка подождем немного. Пусть придет себя. Эй, а ты куда собрался? Ты еще перед ней не извинился. Ой, пусти меня. Сидись смирно. Я тебя так просто не отпущу. Ой, ну ладно, ладно. Извини. Да не передо мной, извиняйся. Кейт, тебе лучше? Осторожно не делай резких движений. Давай я помогу тебе встать. Кажется, пронесло, да? Ты даже не шатаешься. Если все в порядке, мы можем идти дальше. Куда ты так торопишься? Разве не видишь, что ей нехорошо? Пусть лучше домой идет. Я не могу ждать до завтра. Нам еще есть что обсудить. Кейт, если ты неважно себя чувствуешь, ты можешь пойти медленнее. Говорю же, ей нужно домой. Не надо на нее давить. Разве не видишь, что ей сейчас не до этого? Твое дело может подождать. Не может. Все нормально, видишь? А теперь посмотри, какая Кейт бледная. Ее надо срочно проводить домой и... Простите, чтобы по дороге она не упала в умрак. Пошли, я провожу. Эй, эй. Куда ты собрался? Отпусти ее. Сам отпусти. Только о себе и думаешь. Не видишь, разве что ей нехорошо. А вот тут как раз таки выбирается выбор. Либо... Трэвис пусть нас проводит до дома. Либо же... Здорово, пойдем дальше исследовать. Ну, давайте-ка первое. В принципе, мы хорошо себя чувствуем. Все в порядке, Трэвис. Я останусь. Вот видишь, отпусти ее. Нет, это просто глупо. Ты странно себя ведешь. Я еще со вчерашнего дня заметил. Дело сли, что помогаешь, но только тормозишь меня. А теперь с таким упорством пытаешься увести того, кто может мне помочь. Трэв, какого черта? И я ведь уже сказал, Кейт сейчас не в самом лучшем состоянии. Хорошо придумывать. Чтоб ты просто так помог незнакомому человеку. Это на тебя не похоже. На тебя не похоже. Ты никогда так не делаешь. И на самом деле тебя не заботишь, что сейчас чувствует Кейт, не так ли? Я знаю, что прав. Почему ты мне мешаешь? Все это выглядит так, будто ты не хочешь, чтобы я нашел сестру. Так и есть. Что? Серьезно? Почему? Я уже объяснял это и не раз. Лучше скажи спасибо за то, что я спасаю тебя от совершенно огромной ошибки. Такое чувство, будто это ты головой ударился, а не Кейт. Что я любимая сестренка в прошлый раз сделала? Вы с ней не должны встречаться. Никогда. Опять ты про это запел? Хватит уже. Я еще вчера сказала, что думая об этом поводу. Это мои проблемы, так что не лезь, куда не просят. Надеюсь, до тебя скоро дойдешь, что я тебе помогаю, упрямый ты кретин. Без моего вмешательства ты так и продолжишь выполнять поручения своей неблагодарной семьи и до конца жизни будешь тонуть из-за нее в долгах. А этот мозг, которого ты так жаждешь взять под крылышко, задушит тебя во сне, как только ей представится такая возможность. Даже не с ней прикрываться благородными мотивами. Можешь подавиться своей злостью. Ах, вот как ты заговорил. И это твоя благодарность. Мне, знаешь ли, не все равно, что с тобой будет. И я хочу, чтобы ты включил свой мозг и понял, что тебя используют самым наглым образом. Не лезь в мои дела. Можешь вообще забыть о моем существовании, если тебе это поможет. Вот как? Ладно, хорошо. Просто отлично. В итоге ты поймешь, что я был прав, но когда до тебя подойдет, будет уже поздно. Советую больше меня не злить. Кейт, не твоя собственность, так что отпусти ее и проваливай. Раз уж на то пошло, она сама в состоянии решить, что ей делать. Еще выбор. Даррен, послушай, вот здесь уже тебе добра желает. Тест, перестань, пусть он сам решает, что для него лучше. Ну, давайте второе. Он сам не знает, что для него лучше и слишком слеп, чтобы увидеть правду. Кейт, отойди. Эй, а ну быстро разошлись в разные стороны. Вы тут подраться решили? Мы тут сами разберемся, Лин. Совсем с ума сошли? Как будто бы, знаете, ссоры только из-за того, что Тревис спешает Даррену искать сестру, с одной стороны. Но по факту, они сейчас будут драться из-за меня. Здрасте, приехали. Но почему вы меня не слушаете? Кейт, скажи им. Удержать Даррена, удержать Тревиса. Давайте-ка удержим Даррена. Кейт, ты что творишь? Отпусти. С чего ты взяла, что можешь вот так вмешиваться? Так, не пусть я пока не успокоюсь, вы не должны драться, вы же друзья. Вы не должны драться, вы же друзья. А ничего было так меня злить. Перестань уже руками махать, она тебя едва сдерживает. Смотри, а то... Кейт получает локтев в нос. Больно, но терпимо. Ой, Тревис, за что? Ну вот, доигрался. Кейт, ты в порядке? То сначала маленький ребенок нас роняет, и у нас сотрясение. То теперь просто добивает локтем наш нос. Господи. Так больно. Ну все, хватит, сейчас же не успокойтесь. Я вас сама отлуплю. Давайте-ка второй. Нечего так злиться. Сама вина-то я, говорил не лезть. Извинился бы лучше. Да-да. Извини, Кейт. Ну все, теперь можешь меня отпустить. Ты не собираешься этого делать, да? Ладно, так уж и быть. Тебе повезло, Тревис. Но это только потому, что Кейт вмешалась. Мне еще нужна ее помощь, поэтому... Мне повезло? Скорее тебе. Скажи ей спасибо, что не пришлось тебе руки ломать. Ты меня серьезно разозлил. Кейт, давай отойдем. Мне за них стыдно. Извини, что тебе пришлось все это выслушивать. Лучше просто забудь обо всем, ладно? Тебе действительно лучше отправиться домой. Но если чувствовать себя не важно, то лучше езжай в больницу. И не слушай, что они там говорят. Пусть сами разбираются со своими делами. Ну, беги, пока они совсем не... Эй, эй, подожди. Ты не можешь вот так просто уйти? Да, не можешь. Чего, Тревис? Разве ты не хотел, чтобы она ушла как можно скорее? Хотел, но мне надо с ней поговорить. А еще мы поспорили. Поспорили? В каком это смысле поспорили? Не бери в голову, Лин. Это наш личный спор. Если он такой личный, вот и решайте его вдвоем. А от нее отстаньте. Эй, подожди, куда ты ее повела? От вас, ненормальных, подальше. Ваш спор решите завтра, когда остынете. И Кет как раз хорошо подумает над тем, стоит ли ей вообще кого-то из вас слушать сейчас. Сейчас вы оба только давите на ее. Пошли. Спасибо, Лин. Так, готово. Оповещение, гриф, чат. Поровее, я прислала тебе приглашение в чат. Я свяжу с тобой сегодня вечером, так что подумай хорошенько над всем этим. Похоже, без тебя они свой спор не решат. До встречи, Кейт. Будьте осторожны. А, то есть мы будем решать конфликты с помощью удаленки. Понятно. Так. Оповещение, гриф, чат. Ну ладно, ребят. Давайте-ка оставим на это на следующую серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал и в группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. И оставляйте комментарии. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok